Юрически все, это нет мастерства. От филиала ничего не зависело, еще раз повторяю, здесь филиал, и мы ничего не могли сделать, если голова гнинет. Здания все заложены в банку, в банке здесь вся наша база. Здесь все продавали, все станки даже выдергивали, продавали. Все из этого самого, потому что здание трогать нельзя, а то, что внутри здания, люди все уволены, в классном селе тоже, тоже там типа охрана, типа один бухгалтер, один энергетик, один сантехник и так далее, и с командиром. Та же, как и здесь, не совсем. Ну, сдают в аренду, там и так, чтобы хотя бы платить зарплату тем людям, которые просто содержат эти здания. Это знаете, когда пошло? Это где-то с 2012 года, потихоньку, потихоньку. Они сами себя обрезали, надо было, если объемы меньше, надо было часть людей сокращать. На это не шли, брали кредиты, завязли в кредитах банковских. А значит, что такое? Значит, ты потом не имеешь права выступать в тендерах, потому что тебе справку банк не давал, гарантию не давал. А раз ты в тендерах не участвовешь, ты не можешь выиграть, а только по датчикам, значит, ты 10% теряешь. И, то есть, хвост за хвост, и потихоньку. И плюс два последних руководителя, кстати, были, особенно последних, Невоженецкие. Мы ведь всю область обстроили. Вот голода по области, по мостам нет. Только здесь два моста нужны. Сам город остался вот в таком унылом положении, потому что все понимают, что после боя у нас закройки, а оно и так пробки. В центре особенно. И западный не спасет.